Продолжение следует... Есть свои ошибки, есть свои стандарты, и все это очень важно. Например, на этапе презентации грубые ошибки – это когда он высказывает какие-то аргументы, но не доказывает эти аргументы. То есть, например, говорит о том, что вы получите какую-то выгоду покупателя, но не объясняет, как, каким образом и почему эта выгода, какой характеристикой она подтверждается. Нельзя говорить только о характеристиках, но в то же время нельзя говорить совсем без характеристик, и тогда непонятно, собственно, чем докажешь. Есть мелкие недочеты, когда продавец не пытается скомпенсировать слабые стороны своего предложения сильными, или, например, когда он злоупотребляет терминологии. Бывает такое, что продавцу задали вопрос, и он уходит от темы, отвечая на этот вопрос, забывает, о чем говорил, теряет нить разговора. Что правильно? Правильно использовать вы высказывания, правильно связывать воедино характеристики товара и выгоды, которые получит клиент. Причем очень важно напоминать клиенту о высказанных ранее потребностях. Например, вы говорили о том, что для вас важно это. Вот в нашем продукте есть вот это, благодаря чему вы получите то, что хотели. Вот такие формулировки, когда продавец использует, это звучит очень убедительно, и это большой плюс для его работы. Очень важно, когда продавец окружает себя ореолом рекомендаций. Вот если в течение беседы с клиентом он ни разу не упомянул о каких-то своих других клиентах, это можно считать минусом. Полезно применять вспомогательные визуальные средства, даже если это телефонный звонок. Хорошие продавцы делают это так. Например, зайдите на наш сайт, откройте такую страничку, вот сюда вправо посмотрите, и они уже вместе с клиентом смотрят одно и то же. Такое ощущение, что они сидят на соседних стульях, они по телефону говорят. Ну и, конечно, очень полезно привлекать клиента к разработке совместного решения и побуждать его постоянно высказывать мнение. Если презентация превращается в монолог продавца, это большой минус, и мы должны поставить нолик за это. Когда начинается работа с сомнениями и возражениями, ну, во-первых, она не всегда начинается. Если продавец правильно провел выявление потребностей и правильно сделал презентацию, опираясь именно на то, что важно для клиента, то возражений не возникает очень часто. Если же они возникают, возражения или сомнения, самой большой бедой является спор с клиентом. К сожалению, очень распространенная ошибка, грубая ошибка продавцов. Нет, это не так. Ну что вы? На самом деле? И так далее. Вот за это сразу ставим нолик, и спор с клиентом – это недопустимый уровень. Если продавец воспринимает возражения как отказ и даже не пытается с ними работать, это тоже очень грубая ошибка. А, да, вам не подходит? А, ну ладно, спасибо, до свидания, кладем на этом трубку. Очень грубая ошибка, когда продавец пытается подловить клиента, уличить его во лжи. Да? И кто это вам такие цены назвал? И где это вы такое, слышишь? А пришлите мне этот прайс-лист, я посмотрю. Ни к чему хорошему споры с клиентом не приводят. Клиент все равно останется в выигрыше, он просто положит трубку и развернется, и уйдет. К серьезным ошибкам относится использование таких слов провокаций. На самом деле, ну что вы, то есть если мы отвечаем на фразу клиента на самом деле, получается, что то, что он говорил нам до этого, это не на самом деле. К серьезным ошибкам относится, когда продавец не готов к возражениям, когда он не знает, как отвечать на эти возражения, но работать с этим можно, его можно научить. К недочетам относится, когда продавец не умеет применять техники присоединения к возражениям. Что же такое правильно с точки зрения работы с возражением? Ну, прежде всего, вот если продавец видит, что у клиента реально нет никаких неявных, не скрытых потребностей, то лучше все-таки вежливо закончить разговор и сохранить отношения с этим клиентом, договорившись о каких-то промежуточных целях. Если нам все-таки возражает клиент, то продавец должен дать ему возможность высказаться до конца, после этого он должен присоединиться к возражению, то есть вот за присоединение ставим единичку, плюсик. Что такое присоединение? Принять возражение не значит с ним согласиться. Нам клиент говорит, у вас дорого. Мы говорим, да, действительно, это мы согласились. А вот если мы скажем, да, такая точка зрения существует, мы не согласились, но приняли. Не обязательно говорить, да, но присоединиться можно по-разному. Можно сказать, мне приходилось слышать такую точку зрения, благодарю вас за ваше мнение и так далее. То есть вариантов очень много. Присоединение позволяет нам стать не противником, а партнером нашего клиента. После этого продавец должен задать уточняющие вопросы, которые вскрывают суть возражения, и дать конкретный ответ уже по сути возражения. Если необходимо, можно разделить возражение, которое клиент нам нагромоздил, на более мелкие детали и каждую часть отработать отдельно. Ну и, конечно, не нужно кукситься и нужно не бояться показывать свою уверенность в продукте. Вот если он все это делает, молодец, работа с возражениями идет хорошо. Хорошо. Завершение, последняя стадия, очень распространенная ошибка, когда продавец боится перейти к завершению. То есть, ну, вроде как поговорили, и что? Не предлагает какого-то конкретного внятного прогресса. Это ошибка. Бывает наоборот, когда клиент уже сказал, да, 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 мне все подходит, я беру, а продавец продолжает приводить аргументы, чем клиента в такое странное состояние вводит, может, там что-то не так, может, я поторопился как-то вообще с положительным-то решением. Если клиент отказывается, продавец оскорбляется, это тоже очень грубая ошибка, и говорит, ах, ну, вы меня не оценили, поворачивает и уходит. Если он спорит с клиентом уже после отказа и пытается переубедить его, доказать, что тут неправ. У меня однажды была такая беседа с человеком, который сказал, да, 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 вот бывают такие клиенты, вот у меня недавно был такая сволочь, мы там психологические типы клиентов разбирали, такая сволочь, такая сволочь, ну, прямо как вы описываете. Говорю, и чем же все закончилось? Ну, как чем? Ну, я ему сказал все, что о нем думаю, а он? И он, а вы? А я дал ему в морду. Ну, вот это, конечно, вариант завершения, но это вариант завершения отношений с клиентом на всю оставшуюся жизнь, да еще и со многими другими, о которым он тоже расскажет об этой истории. К серьезным ошибкам относятся, когда продавец сам первым предлагает закончить встречу или разговор. Да, все, спасибо, до свидания. И первым кладет трубку. Все-таки первым положить трубку или закончить встречу должен клиент. Если клиент начинает торговаться и спрашивать о скидках, а продавец не пытается выяснить, зачем клиенту скидка, это тоже очень серьезная ошибка, потому что скидки нужны по разным причинам. Для всех разные поводы. Если клиент все-таки отказывается, а продавец не пытается выяснить причину отказа, это тоже серьезная ошибка, за что мы должны поставить ему нолик. Ну, к недочетам относятся такие мелкие вещи, но неприятные, когда продавец не благодарит клиента за уделенное время. Каждый разговор, звонок, встреча должны заканчиваться благодарностью. Если клиент требует скидку, а продавец дает ему эту скидку сразу, не выдвигая никаких встречных требований, это тоже ошибка, потому что скидка всегда взаимная уступка. Слушайте, как они обсуждают скидки с клиентом. Вполне возможно, что вы теряете большую долю своей маржи просто на том, что клиент сразу требует скидку, а продавец сразу соглашается, даже не пытаясь поторговаться. Ну и правильно, когда в конце разговора продавец задает вопрос, остались ли еще какие-то вопросы у клиента, прямо спрашивает клиента о его решении и держит паузу, скидки обсуждает, как мы уже говорили, как взаимные уступки, и инициирует договоренность о последующих шагах. Собственно говоря, это все основные этапы продажи. И все это, конечно, не нужно вам вписывать в ваши регламенты. Вы выбираете для себя то, что является ключевым именно для вас. Здесь какие-то вещи могут быть подходящими, какие-то нет. Но чем подробнее вы опишите все вот эти этапы, тем проще будет вашему продавцу работать. Один мой знакомый, ныне предприниматель, владелец достаточно крупной компании, очень успешный, как-то сказал, как я завидую своим продавцам. Я говорю, почему? Десять лет назад, когда я сам пришел в продажи, мне дали желтые страницы и сказали, звони, ищи клиентов. И я голодал первые три месяца, пока не совершил первую продажу. Мои продавцы приходят, получают готовые алгоритмы, готовые стандарты. Все, что им надо делать, это просто по ним работать. Все понятно, все прописано. Они делают первую продажу в течение первых двух недель. Какой же я был несчастный? Ну, хорошо, что теперь его продавцы счастливы. Еще один важный вопрос, который касается стандартов. Стандарты процесса общения с клиентом мы с вами уже обсудили. Стандарты должны быть и для других процессов, важных для вашей компании. Кроме того, что продавец общается с клиентами, он выполняет еще очень много разных функций. Первая и очень распространенная функция, к сожалению, во многих компаниях, это работа с рекламациями. Когда все-таки не все наши клиенты получают то, что они хотели. Иногда это происходит из-за того, что неправильно были созданы ожидания в процессе продажи. И это происходит в том числе и по вине продавца. Потому что в процессе презентации он обязательно должен садекватить потребности. Для того, чтобы ожидания клиента совпали с уровнем нашего продукта. Грубым ошибкам в процессе работы с рекламациями относятся, как мы уже говорили, про возражение, спор с клиентом. Когда продавец перебивает клиента или обижается на рекламацию. Когда продавец эмоционально вовлекается и начинает отвечать или встречной агрессии, или становится в позицию жертвы. Пытается подловить клиента, улечить его во лжи. Нет, такого не может быть. Или когда он оставляет рекламацию без ответа. Ну, пожаловался и пожаловался. Хорошо и правильно. Есть также серьезные ошибки и недочеты. Хорошо и правильно. Это когда продавец выслушивает клиента полностью, задает уточняющие вопросы. И обязательно предлагает несколько вариантов решения. Вот это краеугольный камень работы с рекламациями. О других функциях продавца мы с вами подробнее поговорим в следующих сериях. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин